Здравствуйте, уважаемые коллеги. Давайте сначала проверим, как наша связь. Меня слышно, видно. Поставьте плюсики. Отлично. Ну, давайте тогда начинать. Сегодня тема нашего вебинара – это такая довольно глобальная, которая занимает в образовании большое место – это формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. И, как я сказала, математика содержит уникальный, многоразбивающий эффект. Ее… Плакая связь? Нет, все вроде видно, слышно. Математика – это такой вот развивающий эффект, довольно глобальный и многогранный. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, как ни странно. Формирует настойчивость, терпение у детей, какой-то творческий потенциал. И вот, как говорил великий, крупнейший педагог, гуманист Иоганн Генрих Пестолоцца, что арифметика является фундаментом, на котором строится способность правильно воспринимать действительность и создает основу для развития ума и сообразительности в отношении практических вопросов. Действительно, математика занимает огромную роль в умственном воспитании и развитии ребенка. При общении к этому предмету в игровой и интересной форме, она поможет ребенку в дальнейшем лучше запомнить школьную и освоить школьную программу. То есть, одна из наиболее важных задач воспитателя является развитие у ребенка интереса к математике. И все это он должен проделать в тот самый важный период дошкольного детства. Надо сказать, что цель математики – это всестороннее развитие личности ребенка, подготовка к успешному обучению в школе и, конечно же, коррекционно-воспитательная работа. Какие же преследуют задачи? Задачи – это формирование системы элементарных математических представлений, формирование предпосылок математического мышления, формирование начальных форм учебной деятельности, формирование сенсорных процессов и способностей, расширение, обогащение соворя и, конечно же, совершенствование связной речи. И вот на слайде представлены разделы программы по формированию элементарных математических представлений. Да, еще в сокращении мы называем FEM. Первое – это количество и счет. Это представление о множестве, числе, счете, различные арифметические действия, текстовые задания и задачи. Величина – это представление различных величинок, их сравнение, длина, ширина, толщина, площадь, объем, масса, время. Форма – это представление о форме предметов, геометрических фигурах, плоскостных, объемных, их свойствах и отношениях. Ориентировка в пространстве – это ориентировка в плоскости, в пространстве, на листе, на чистом, в клеточку. Ориентировка в движении, ориентировка в своем теле, относительно себя, относительно другого человека, относительно каких-то предметов. Ориентировка во времени – это представление о части суток, времени года, днях недели, месяцев, развитие чувства времени – вчера, позавчера, сегодня, завтра. Конечно, это очень важные разделы, которые рассматриваются на занятиях математики. И дальше следует сказать вот о чем. Лев Семенович Выгодский говорил, что обучение ведет с собой развитие, является источником развития. Обучение, конечно же, должно идти впереди развития. Необходимо ориентироваться не на то, что способен уже сделать сам ребенок, а на то, что может сделать при помощи и под руководством взрослого. Лев Семенович Выгодский говорил о том, что надо ориентироваться на зону ближайшего развития ребенка. Упорядоченные представления, правильные сформулированные первые понятия, вовремя развитые мыслительные какие-то способности. Все это служит залогом дальнейшего и успешного обучения детей в будущем в школе. Психологические исследования не раз нам говорят о том, что в процессе обучения происходит довольно качественное изменение в психическом развитии ребенка. И вот с ранних лет важно не только сообщать детям готовые знания, давать им уже, и они только должны это получать, но и развивать их умственные способности, научить их самостоятельно осознавать и получать эти знания. А также самое важное, уметь применять, использовать в своей жизни, в практике. И вот обучение в нашей жизни носит эпизодический характер. Для математического развития очень важно, чтобы все знания давались систематически и последовательно. Знания в области математики должны усложняться и постепенно обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его развития. Важно организовывать накопление опыта ребенка, научить его пользоваться эталонами, формой, величиной или рациональными способами действия. То есть, например, счет, измерение, вычисление. Важно учитывать незначительный опыт детей. Обучение идет преимущественно индуктивным путем. Сначала накапливаются с помощью взрослого какие-то конкретные знания, затем они обобщаются в правила, из окномерности применяются. Но необходимо еще использовать и дедуктивный метод. Сначала усвоение каких-то правил, затем его применение, конкретизация и анализ. И вот для осуществления грамотного обучения дошкольников и их математического развития, конечно же, перед воспитателем стоит огромная задача самому понимать, да, вот этот предмет науки, математики, да, психологические особенности детей при развитии математических представлений. Ну и, конечно же, методику работы. И хотела бы сначала тогда рассмотреть, какие же программные задачи для детей ставят в разном возрасте. Так, при детям двух-трех лет, детям ранней группы, как вы видите на слайде, не буду перечитывать, можете посмотреть, это обучать навыкам определения количества предметов, да, один много. Учить различать предметы по величине и обозначать их словесные инструкции. Далее мы с вами посмотрим программные задачи младшей группы, да, в возрасте 3-4. Это также объединять в группы однотипные предметы, научить сравнивать предметы, познакомить с фигурами, такими как рук, квадрат, треугольник. Учить отличать правую и левую руку, познакомить с частями суток. Для средней группы 4-5 уже дополняются задачи, да, изучить цифры, порядковый счет, привел к пяти, познакомить с операционными сравнениями с помощью условной мерки, повторения порядочных рядов к каким-либо признакам, познакомить с геометрическими фигурами, прямоугольник, квадрат, да, добавляется шар, кух, конус, цилиндр, овал, круг, совершенствование навыков ориентации на плоскости, да, когда детки выполняют вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо, там следят и громуха, например. Развитие временных представлений, последовательных сезонов, частей суток. Это вот все задачи для 4-5 лет. Программа задачи дальше я обобщила 5-7 лет, старше подготовительная группа, их намного больше. Давайте не буду зачитывать, просто вы пробежитесь глазками по нашим главным задачам. И следующее я хотела поговорить вот о чем. Считается, что в процессе формирования элементарных математических представлений происходит, как я уже говорила, всестороннее развитие, да. Так какие же все-таки возможности в этом всестороннем развитии ребенка появляются? И вот я хотела рассмотреть с разных сторон. Ну, первое, это вот сенсорное развитие. То есть ощущение, да, наше восприятие первейшее. Источником элементарных математических представлений является, конечно же, окружающая реальность ребенка, который он познает в процессе разнообразной деятельности. Он в общении со взрослым или под их общим каким-то руководством. И вот в основу познания маленькие дети, качественном количественных признаков, предметов и явлений лежат, вот те самые сенсорные процессы. То есть движение глаз, да, а когда дети прослеживают форму, размер предмета, ощупывают руками, в процессе разнообразной продуктивной деятельности. Это вот наша замечательная игра, волшебный мешочек, да. У детей начинает формироваться представление об окружающем их мире, о различных признаках и свойствах предметов. Они начинают узнавать цвет, форму, величину, их пространственное расположение, да, количество. И вот постепенно накапливается вот тот самый сенсорный опыт, который является чувственной основой для математических представлений дошкольников. Развитие путем совершенствования вот этих перцептивных действий, то есть рассматривания, ощупывания, выслушивания и усвоения системы сенсорных талонов выработанных человечеством, это такие, как геометрические фигуры, меры величины различной. Все, ребенок в этом опирается на понимание и формирование у себя каких-то представлений математических. Следующее – это, конечно же, развитие мышления. Мышление – это процесс сознательного отражения действительности, представления и суждения. И вот как вы думаете, какие виды мышления развиваются в процессе формирования элементарных математических представлений у детей? Как вам кажется, какие виды мышления развиваются? Логическое. А еще какие? Наглядно-образное, согласно, обобщение, логическое, абстрактное. Ну, вы совершенно правы, в процессе формирования элементарных математических представлений у детей развиваются все виды мышления. Это и наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Задействованы все логические операции в разных этапах формирования математических представлений. Так, например, анализ, как мы уже говорили. То есть расположение, например, целого на составные части. И, например, это могут быть такие задания, как из каких геометрических фигур составлена, например, машина. Логическая операция синтез. Это познание целого в единстве и взаимосвязи его частей. Ну, какое может быть задание на синтез? Например, составить дом из геометрических фигур. Совершенно верно и пространственно-образное мышление. Сравнение. Ну, это сопоставление и для установления сходства и различия. Ну, и, конечно же, задания будут такие, чем похожи эти предметы по форме. Или, чем отличаются эти предметы по цвету, цветам или размерам. Конкретизация. То есть, когда мы уточняем, например, что вы знаете о треугольнике. Что у треугольника есть три угла, три стороны. Обобщение. Тоже уже кто-то называл. Это все этологические операции. Обобщение. Когда мы создаем общее понимание. Как можно, и это будет задание, например, как можно одним словом, например, назвать квадрат, прямоугольник и ром. Это будут четырехугольники. Или же систематизация. То есть, расположение в определенном порядке. Например, когда мы ребенку даем задание поставить матрешек по росту. Классификация, как Анисия говорила, называла. Это распределение объектов по группам в зависимости от общих признаков. Это когда мы говорим, разложи фигуру, например, на две группы. И ребенка спрашивая, по какому признаку он это сделал. Еще такая важная операция, как абстрагирование. То есть, отвлечение от ряда свойств и отношений. Это когда мы ребенка просим, например, показать предметы только круглой формы. Не важно, что будет другого цвета, размера. Но, а главное, именно круглой формы. Следующее, на что влияет математика, это развитие памяти, внимания и воображения. Ну, память, конечно же, включает в себя запоминание. Например, мы говорим, запомни вот это, показываем фигурку, квадрат. Припоминание, когда мы спрашиваем ребенка, как называется эта фигура. Воспроизведение, когда мы просим ребенка, например, нарисовать эту фигуру или нарисуй круг. И узнавание, когда мы среди разных различных фигур просим ребенка найти и назвать знакомые фигуры. И уже ребенок узнает из разного количества. Внимание, вот с ним как раз, оно не выстраивается как самостоятельный процесс. Его результатом является улучшение всей деятельности. И вот для активации внимания решающее значение имеет умение поставить задание и мотивировать его. Ну, например, задание у Маши, одно яблоко, да, к ней пришла Катя. Надо разделить яблоко поровну, между двумя этими девочками. Внимательно посмотри, как это можно будет сделать. И вот именно, когда ребенку четко поставлена задача, вычленено его внимание, ребенок внимательно посмотри, да, как это можно сделать. И про воображение, когда оно, образы воображения формируются в результате мысленного конструирования объектов. Да, когда мы ребенка просим представить, например, фигуру с пятью углами. И ребенок себе представляет пятиугольник, да, какой-нибудь. Или там с тремя углами, и ребенок представляет треугольник. Конечно, надо отметить, важно то, что математика также влияет и на процесс развития речи. Что же дает математика для развития речи ребенка? Математика, когда математические занятия оказывают огромное влияние на развитие речи ребенка. Ну, во-первых, обогащает словарь, да, различные числительные, пространственные предлоги, на речи, различные математические, в конце концов, термины. Согласование слов в единственном и множественном числе, да, там один зайчик, два зайчика, пять зайчиков. Формулировка, когда мы просим ребенка полностью отвечать, полным предложением. Логическое, конечно же, рассуждение. И вот формулировка мысли в слове приводит к такому, к более лучшему пониманию. Ребенок, как бы, проговаривая, понимает, что от него, в принципе, хочет взрослый. Следующее, это, конечно, развитие специальных навыков и умений. Это умение считать, да, умение вычислять, измерять. Все, что понадобится, конечно, нам для изучения математики. Следующее, вот о чем хотела сказать, что формирование математических представлений, оно большое значение для развития, формирования познавательного интереса. И какое же имеет оно значение, каково для развития? Это и активизация восприятия, да, и мыслительная деятельность. Расширение кругозора, способствует умственному развитию, повышает качество глубину знаний, способствует успешному применению знаний на практике. Меняет характер взаимодействия, связанное с переживаниями, да, деятельность становится более активной, самостоятельной, разносторонней, творческой. Оказывает положительное влияние на формирование личности и оказывает положительное действие на здоровье ребенка, так как возбуждает энергию, повышает жизненный тонус и делает жизнь ребенка более счастливой. Следующее, каковы же пути возбуждения, вот как можно возбудить тот самый познавательный интерес у ребенка к математике? И, конечно же, это будет связь новых знаний с детским опытом, открытие новых сторон в прежнем опыте у детей, игровая деятельность, словесные возбуждения, различные стимуляции. Ну и, конечно же, предпосылки вот к этому интересу к математике зависят от создания положительного эмоционального отношения к педагогу, да, когда взаимоотношение и создание положительного отношения к самому предмету математики, к изучению. Какие же принципы обучения математики? Это наглядность, деятельность, подход, систематичность, последовательность, повторяемость, научность, обязательно доступность для каждого возраста свое, обязательно должна быть связь с жизнью, развивающий эффект, индивидуальный дифференцированный подход. Ну и, конечно, никто не должен забывать о коррекционной направленности, когда ребенку сложно, и ему надо помочь. И различные, это не все принципы обучения математики, которые здесь перечислила, их на самом деле намного больше. А теперь хотел бы поговорить о методах математики. Методы математики, их несколько, перцептивный метод. Это методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогам, детям, посредством слушания, наблюдения, каких-то практических действий. В принципе, большая часть мы этим и занимаемся, и он включает в себя как словесный, когда мы объясняем в беседе, даем инструкцию, задаем какие-то вопросы. Наглядный, когда мы демонстрируем что-то, показываем иллюстрации, что-то рассматриваем. И практически, когда совершают это с помощью дидактических упражнений, игр, усовершенствуются предметно-практические и умственные действия. То есть, что ребенок уже узнал, смог применить на практике. Также гностический аспект. Здесь методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или какой-либо проблемной ситуации. Как человеку творческому всегда трудно, да. Это да. Есть такая проблема. И вот в гностическом это иллюстративно-овеснительный подраздел, проблемный, юристический, исследовательский. Также есть еще логический метод. Этот метод характеризуется степень, в принципе, самостоятельной учебно-познавательной деятельности детей. То есть, работа под руководством педагога или же самостоятельная работа детей. Какие же могут быть особенности словесного метода? На этом стоит немножечко остановиться, так как вся работа построена на диалоге воспитателей-ребенок. И важно, чтобы речь воспитателей была эмоциональной, приветливой, доступной, четкой. Но особенно про четкость, это в работе, например, с детьми, да, логопедических групп, когда нужно все четко проговаривать, да, повторяемость. Но мы не будем говорить о различных, мы сейчас говорим про общую направленность. Так, в младших группах важно, чтобы тон был загадочный, сказочный, таинственный, да, чтобы заинтересовать ребенка. И темп должен быть такой добродушный, такой медленный, многократные различные повторения. Совершенно верно, сюрпризность. В старших тон должен быть тоже заинтересованный. Но здесь уже используют проблемные ситуации. Различные. Здесь тоже может быть сюрпризность, да. Тон здесь уже довольно быстрый, да, и даже часто очень приближается к введению предметов в школе, потому что они уже становятся взрослые и уже готовятся к тому переходу, главному, одному из главных переходов в своей жизни возрастному. Мотивирующие. Объяснение нового материала проводится довольно в умеренном темпе, с четкими, конкретными и понятными пояснениями. Важна интонация, выразительность. Новые понятия, они... Новые понятия проговаривают с упором, да, для более глубокого осознания действий. Иногда малышам предлагают рассказать, да, что мы сейчас будем делать, да. Педагог задает вопросы, начинает проговаривать фразу, а ребенок должен ее, как бы, продолжить или заканчивать. А вот дети пятого уже года жизни, да, педагог озадачивает уже детей там какой-либо проблемой. И дети, разрешая данную проблему, как бы становятся первооткрывательными, да, решающие, вот, пытающиеся понять, почему, например, у велосипеда круглые, а не квадратные колеса. Воспитатель старается подвести детей к самостоятельному ответу, конечно же, с помощью различных наводящих вопросов, подсказок. Например, обведи рисунок или рису квадрат, например, пальчиком, да, что у этой фигуры есть, а у круга там нету, а почему квадрат не может катиться, ну и так далее. И так же стоит еще поговорить о особенностях наглядного метода, да, вида наглядного метода, это различный демонстрационный и раздаточный материал, сюжетный, бессюжетный, объемный плоскостной материал, специально счетный, это счетные палочки, абак, счеты, ну и другие различные. Наглядный материал может быть как фабричный, да, который мы с вами покупаем, и так самодельный. Но к самодельному есть некие требования, да, чтобы, во-первых, это была гигиеничность, да, чтобы, если там краска, краска покрывается лаком или там пленкой какой-то. Например, бархатная бумага используется только для, например, демонстрационного материала. Конечно же, эстетичность должна, реалистичность, логическая какая-то связь. Например, заяц кушает морковку, да, а не кусок колбасы. Белка, там, будет шишку. Ну и, конечно же, достаточное количество. В работе с младшими дошкольниками наглядный материал многократно показывают. Если малыши уже усвоили что-то, да, можно уже довольствоваться словесными инструкциями. Например, посмотрите, сколько гаражей, например, в верхнем ряду, поставьте под каждый гаражик машинку, да, в нижнем ряду, когда мы работаем с математическими наборами. А в средней группе усвоение вот этих сопоставлений, да, предметов требует более полноценного обстоятельно-последовательного показа с подробными словесными инструкциями, рассматривания образцов. И вот по мере усвоения новых понятий, слов, показ заменяется уже умственным комментарием. Ну и в старшеподготовительной группе расширяются виды использования демонстрационного материала, картинки могут заменяться различными схемами, моделями, игрушки, геометрическими фигурами, карточки с цифрами и примерами. Простейшие схематические изображения вводятся где-то приблизительно со второй половины учебного года. Ну, например, различная схема карты, на которых в определенной логической последовательности будут размещены рисунки предмета. Наглядный материал в большей степени становится для детей абстрактным, знаковым изображением реальных предметов и различных геометрических фигур. И какие же особенности практического метода? Ну, это выполнение разнообразных предметов, предметно-практических и умственных действий, широкое использование дидактического материала, возникновение математических представлений в результате действий с дидактическим тем самым материалом, выработка специальных математических навыков, счеты, измерения, различных вычислений, но и использование математических представлений в быту. Например, в игре, да, в игре магазин, дети начинают считать, пишут различные монетки разным номиналом, или же там игра в театр, когда дети тоже там как кассир продают билеты, все это прописывается, уже просчитывается. Здорово! Вы не только математический опытный человек, но еще и творческий, Светлана. Здорово! Так, дальше давайте поговорим о приемах формирования элементарных математических представлений. Ну, один из приемов демонстрация обычно используется при сообщении новых знаний. Следующая – это инструкция, используется при подготовке к самостоятельной работе. Следующая – это пояснение, указание, разъяснение, используется для того, чтобы предотвратить выявление ошибок или, например, устранение ошибки. Четвертое – это вопросы к детям, что очень важно надо сказать, что вопросы к детям должны быть четкие, конкретные, должна быть соблюдена логическая последовательность, используются различные формулировки, стараться избегать подсказывающих вопросов, но при этом умело пользоваться какими-то дополнительными, наводящими на характер вопрос, какие-то вот продумывать, вопросы такие. Ну и, конечно же, давать детям время, чтобы они могли подумать и ответить. Словесные отчеты детей – это ответы детей. Они тоже должны быть точные, четкие, как поставили правильно, так и ответили. Следить, чтобы это был самостоятельный, осознанный ответ. Достаточно громкие. Ответы могут быть как краткие, так и полные, в зависимости от характера вопроса. И, например, что же делать, если ребенок, например, ответил неправильно, да? Ну, в младших группах... Совершенно, Юля, это же зависит от поставленной задачи. Дети могут и сами поправить. Вы можете уточнить, что он имел в виду. Это уже в совокупности, в совокупности занятия. И что же делать, если, например, ребенок ответил... Я согласна, что обязательно надо, чтобы он сам исправил ошибку. Не надо ни в коем случае решать за детей. И говорить, нет, ты не прав. И квадратик и треугольник получатся в доме. Нет, а он там как-то по-другому пристроен. Обязательно, конечно, дать возможность ребенку правильно подойти к ответу. Поэтому и есть какие-то наводящие, может быть, вопросы. Или, может быть, кто-то из деток скажет. Вот, может быть, посмотри, как получилось. А у тебя как интересно получилось. То есть это, конечно же, вы правы, что ребенок должен сам поискать свою ошибку. Если уж совсем у него не получается, воспитатель готов помочь. Про то, что ошибку нужно вместе проговорить. Да, для младшей группы необходимо, конечно же, помочь исправить, попросить повторить правильный ответ, похвалить, обязательно похвалить, чтобы не было вот этого огорчения. Да, вот это не совсем правильно, но ты все равно справился. Ты же исправил ошибку. А вот старших можно уже сделать измечание. Например, вызвать другого, первый ребенок. Но это в случае, например, если он у вас вышел показать к доске, показать какую-то задачу, решение задачи, не справился и не смог найти правильного решения, можно позвать другого ребенка ответить. Но уже когда они вместе, обязательно, конечно же, похвалить. Какие же формы при формировании линитарных математических представлений? Ну, это первое же, это занятие. И какие задачи? Это дать повторить, закрепить и систематизировать знания, умения, навыки. Проводится она регулярно в соответствии с программой, с группой детей или подгруппой, в зависимости от возраста и проблем развития. Ну, и учащийся был главный ответственный воспитатель за руководство занятия. Дидактическая игра. Задача ее закрепить, применить и расширить знания, умения, навыки. Это на занятиях, может быть, и вне занятия. И также здесь может участвовать как группа, как полгруппы и один ребенок. Да, Юлия, вы правы. Индивидуальная работа, опять, это уточнение знания, умения, навыков, устранить эти проблемы. Оно может проводиться как на занятии, имеется в виду индивидуальное занятие, так и вне занятия. Это один ребенок, воспитатель, вполне возможно, здесь подсоединяется или какой-то специалист, дефектолог, психолог и так далее. Досуг различный. Для родителей это всевозможные консультации, да, как помочь, как лучше развить ребенка дома, в какие игры можно поиграть. Обязательно консультация о том, как каждый ребенок развивается. Это как раз важное взаимодействие между родителями и воспитателем, налаживание того самого мостика. Досуги, да, где уже участвуют не только воспитательные, могут все специалисты детского сада, ну и, конечно же, самостоятельная деятельность детей. Какие же можно использовать средства при знакомстве детей с формированием элементарных математических представлений? Это оборудование для игр, занятий. Ну, это различные стенды, да, различные стенды. Счетные лесенки, магнитная доска, доска для письма, различные технические средства, да, обучение, интерактивная доска, возможно. Комплекты дидактических наглядных материалов. Это различные игрушки, конструкторы, строительный материал, демонстрационный, раздаточный. Например, наборы такие, как «Учусь считать», да, или счет для дошкольников. Можно сделать, конечно, своими руками, да. Ну и литература. Литература, различные методические пособия для воспитателей, сборники игр и упражнений, книги для детей и рабочие тетради и так далее. И вот мы хотели бы вам сегодня представить методическое пособие по формированию элементарных математических представлений, авторами которыми являются Ирина Александровна Помараева и Вера Арнольдовна Козина. Пособия вышли в рамках программы учебно-методического комплекса, программы от рождения до школы. В пособиях представлены системы работы, которые включают комплекс игровых заданий, да, упражнений, наглядно-практических методов, приемов работы по формированию элементарных математических представлений, которые дети могут выполнять и в самостоятельной деятельности. И книжки представлены в разных, опять, пяти возрастных группах. Группа раннего возраста, 2-3 года, да, группа младшая, 3-4 года, средняя, 4-5, старшая, 5-6. И подготовка, подготовительная группа, 6-7. Пособия разделены, да, удобно. Оформлено планирование учебных давалов. Вот, смотрите, примерно распределение программного материала учебного. Прописано четко каждый месяц, сколько занятий, какое содержание должно быть. И дальше я хотела немножечко пройтись по вот этим пособиям и рассмотреть в каждом возрасте, как проводится, как представляется задание. И вот, как я уже говорила, пособия разделены, да, они оформлены по месяцам, в каждом месяце прописано программное содержание, описан демонстрационный материал, что понадобится для занятия, прописан раздаточный материал, который будет использоваться, и само описание, ход занятия, да, которое может быть состоять из нескольких частей, если начиная в самом начале, в раннем возрасте это одна часть, а уже с трех до четырех, это уже может состоять до трех частей, и чем старше ребенок, это может быть уже и до семи частей. И вот первое задание, да, занятие, которое проводится в раннем возрасте, называется, предлагается игровая ситуация, называется «Строем башенку». Для занятия понадобится кукла, большие и маленькие кубики одинакового цвета, и по количеству детей и воспитателя, конечно. И нужна также коробка еще будет. И воспитатель озвучивает игровую ситуацию. Маша принесла коробку с кубиками. И воспитатель показывает, да, эту коробку и говорит, что принесла Маша? Дети отвечают, да, там кубики. А какого цвета кубики? Ну, воспитатель ставит на стол рядом с друг другом большой кубик и маленький, и уточняет, одинаковые ли по величине кубики, да. Дети говорят, там нет, разные, да, один большой, другой маленький. Воспитатель показывает, объясняет. И дети по указанию воспитателя, а лучше пускай это будет кукла наша Маша, да, которую я принесла, ставят перед детьми кубик, один кубик маленький на большой, да. Кукла Маша решила поиграть с вами. Дети ставят и выясняют, что это была, оказывается, башенка, да. Потом кукла Маша предлагает детям поиграть в игру, спрячь кубик. Дети по просьбе Маши, да, прячут за спину по очереди то большой, то маленький кубик. И называют величину спрятанного кубиком, который остался на столе. То есть получается, мало того, они прячут и вот этот сенсорный опыт, да, который большой в руке у него или маленький в руке запоминает. Это, получается, задание простейшее обыгрывается, да, оно на развитие умения различать по величине кубики, да, называть и форму, цвет, умение сооружать постройки, когда детки строят башенки. Ну и, конечно же, ключевые слова в этом занятии будут большой, маленький кубик. Вот, опять-таки, кукла Маша пришла. Следующее занятие, которое я хотела показать, в младшей группе, и здесь следующее. Для занятия понадобится в качестве демонстрационного материала посылка. Опять это коробка у нас будет с игрушками, там будут машинки, матрешки, пирамидка, мяч, квадрат, круг, одинакового цвета. При этом для воспитателя, когда он будет показывать демонстрационный, он возьмет квадрат со сторонами 14 см, и круг диаметром 14 см. Для детей это будет чуть поменьше. Вы говорите про ясли. У нас пособие представлено 2-3 года. Предыдущее занятие, задание, которое я рассказывала, это было на возраст 2-3 года. Вот так вот. Играя ситуация, почтальон принес посылку. Воспитатель сообщает, что был сегодня на почте, и получил посылку вот такую. Он ставит на стол, поочередно достает из коробки игрушки. И спрашивает, выясняет, сколько пирамидок нам прислали, сколько машинок, матрешек, ничьей в посылке. И каких игрушек нам прислали много. Каких игрушек по одной. Дальше воспитатель из посылки достает круг и выкладывает на доске. Как дети, скажите, какая это фигура, какого она цвета. Они отвечают, красная, круг. Воспитатель предлагает детям взять свои кружки, обвести пальчиком вокруг. Потом достает следующую фигурку. Говорит, какая это фигурка, это будет квадрат у нас. Квадрат, дети говорят. Тоже пальчик мы вводили. Показывает, что у квадрата есть стороны. Сколько сторон у квадрата много, сколько углов много. Воспитатель просит детей по контуру опять так же провести все уголки. Следующее, последнее задание. Он предлагает покатать круг и покатать квадрат. Чтобы ребенок, столкнувшись с трудностью, что круг спокойно перекатывается, а вот как раз квадрат натыкается на углы. И задает вопрос, можно ли покатить квадрат. Что мешает квадрату катиться так же, как круг? Наложить можно круг на квадрат, сравнить совершенно верно. И, конечно же, вот в этом задании здесь детей учат находить один много. Учат различать круг, квадрат. И ключевые группы у нас один много. Квадрат и круг. Какие мы изучаем фигуры. Следующее задание, которое в этом пособии, на возраст средней группы. И здесь игровая ситуация. Гости из леса. Для занятия нам понадобится двухступенчатая лесенка. Мне обязательно использовать лесенку. Что такое случилось? Ой, меня видно? Мне просто куда-то перекинуло. Видно, видно? Ой, все хорошо. А то со мной голос Алиса заговорила. Ну так вот, не обязательно иметь ступеньки. Например, можно использовать полосочки верхние и нижние. И, значит, нужно три зайчика, три девочки, волшебный мешочек, шар, куб, квадрат, круг и треугольник. Воспитатель сообщает, что к нам в гости пришли гости из леса. И вот, а либо полосочка это будет, либо ступенька. Выясняет у ребят, что нужно сделать, чтобы узнать, сколько прибежало зайчиков. Сначала выставляет двум зайчиков. Если встречает затруднение, напоминает, что надо зайчиков посчитать. И воспитатель считает и делает обобщающий жест. Так, сколько же у нас зайчиков? Затем детям предлагается поставить на нижнюю ступеньку столько же белочек. Воспитатель считает вместе с детьми, сколько белочек. Спрашивает, сколько белочек прибежало. А сколько их по количеству? А их же столько, сколько и зайчиков и белочек. То есть приводит к тому, чтобы дети сказали зайчиков и белочек поровну. Далее воспитатель приглашает, приносит еще одного зайчика. И говорит, пришел, прискакал еще один зайчик. И сколько стало зайчиков, а сколько белочек. Как надо, что можно сделать, чтобы их стало поровну. И дети должны сказать, нужно прибавить еще одну белочку. Сравнить, конечно, перед этим нужно было. В дальнейшем они играют в волшебный мешочек, где используют фигурки на ощупь. И вот здесь происходят уже такие поручения. Например, как воспитатель предлагает детям по очереди спрятать за спину то правую руку, то левую. Когда дети обучаются в правой, левой пространстве собственным телом. Следующая, это уже будет старшая группа. Задания будут более еще усложненные. Для занятия понадобится 4 квадрата, разделенные на 4 равные по разному части. Лист бумаги и детям в дальнейшем. Листы бумаги. Квадрата для детей, ножницы, тетрадка и мерка. И здесь детей учат разделять квадрат на части. Воспитатель говорит, нам нужно разделить квадрат на 4 равные части. Но при этом здесь предполагается, я брала рандомное занятие, и предполагается, что дети уже научились на 2 части квадрат делить. То есть они знают, что если по диагонали разделить, то будет 2 треугольника. Если пополам, то будет 2 прямоугольника. И дети, когда это сообщают, воспитатель предлагает поделить 2 прямоугольника так, чтобы стало 4 части. И вот как раз здесь дети начинают изучать уже 1 четвертая часть. Сколько у тебя получилось. Воспитатель дает различные задания. Когда дети уже самостоятельно разрежут свои квадратики разными способами, после того, как воспитатель вместе с детьми сделает образцы, дети будут уже показывать, на какие части у них поделены квадраты, показывать воспитателю. Еще задание, когда на ориентацию на листе, когда воспитатель просит разными цветными карандашами начертить линии. С левой стороны листочка с синим карандашом, с правой стороны желтым, верхняя сторона красным, нижняя зеленая. И середине поставить точку, кружочки рядом, кто с кем дружит и так далее. Все это представлено в занятиях со старшим возрастом. И последнее из этих пособий подготовительное. Здесь много используется уже в тетради. Совершенно верно. Но пособия уже начинают на части дробить уже со старшей группы. Вот в предыдущем задании об этом говорилось. Здесь детям сначала показывается картинка с городом нашим. И ездят машины, ездят, извините, детям, они рассматривают вместе, а потом обсуждают, сколько машин они видят, легковых, сколько грузовых. И воспитатель спрашивает, как нам с тобой составить задачу, какие здесь условия, что такое условие. Это то, что нам с вами известно. А что нам неизвестно? Детям предлагается, чтобы они сочинили задачу. А после того, как они составят задачу, узнают, что вопрос. Вот, например, мы знаем, сколько грузовых, сколько легковых, а сколько всего машин. Где здесь вопрос? Сколько всего машин? Что нам надо узнать? Они делят на части сначала, первая часть, что им известно, и второй части, что известно, и целое, что им нужно найти. Вот такая задача на сложении. В дальнейшем они показывают дорожные знаки, разбираются, какой знак, что обозначает. Потом дети сами прорисовывают уже в заготовках, в тетрадях круг. И каждый ребенок сам свой знак рисует. И задание на закономерность, это есть пособие. Задание, какого дорожного знака не хватает. Также рекомендуется для дополнительного или же для рекомендации родителям рабочие тетради, математика для дошкольников. Они разработаны на 3 возраста, 4, 5 и 6 плюс. Используются такие пособия. Все пособия можно приобрести, если оптом, то через магазин Мозаики Синтез, издательство. Также можно официально в интернет-магазине Школа Смитном или в сети фирменных просто магазинов Школа Семирновых. Тем более сейчас действует скидка. Если вы введете при заказе, то скидка будет 15% на всю продукцию Мозаики Синтез, Мозаики Китс. Важно, очень важно, после вебинара вам будет этот вебинар доступен в вашем личном кабинете. Сертификат находится тоже у вас в личном кабинете. После, как у нас закончится, или после просмотра вебинара в записи, вы можете зайти в прогресс и сертификаты. И, нажав «Получить сертификат», вы скачиваете его, отправляетесь на почту или распечатываете. Также предлагаем вам с нами присоединиться к нам в ВКонтакте, в QR-код, присоединиться к нам на YouTube-канал, где вы можете просмотреть наши различные вебинары. Еще приглашаю вас сегодня. Как раз тема очень важная. Она непосредственно развивает математическое мышление. Это шахматы. Шахматы для начинающих. Сегодня в 18.30 пройдет антивандальный вебинар для родителей, которые сидят дома с детьми, или воспитателей, которые хотят разнообразить игровую деятельность детей, и познавательные способности развития. Вот, приглашаем вас на вебинар. Напоминаю, что также мы ждем, когда у нас состоится наша конференция осенью. Надеюсь, мы с вами там увидимся. Ну и на этом у меня все. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...